Привет, друзья! Я себе сделал, да и вам тоже подарок на день рождения, купил себе нормальный микрофон, так что у нас со звуком, по идее, теперь проблем быть не должно. Мы с вами сильно отстали по сертификации LPI, поэтому займемся сегодня ей и будем разбираться с почтовыми агентами, с агентами, которые отправляют у нас почту. Тема эта 183, мы пройдем ее за одно занятие, потому что мы должны просто с вами ознакомиться с тем, что такое МТА, какие они есть, и выполнить пару базовых действий. То есть полноценно настраивать почтовые агенты для приема и отправки писем в рамках 183 мы с вами осуществлять не будем. Значит, сначала разберемся с самыми популярными МТА. МТА это Mail Transfer Agent, то есть у нас агент, передающий почту, грубо говоря. Значит, исторически у нас был один такой самый старый почтовый агент, SendMail, но он не самый старый, но один из старейших. Это вот наш SendMail слева сверху его лого. Он очень громоздкий, очень сложный, у него очень много функций. При помощи него можно настроить все, что угодно, но чаще всего все эти функции не нужны, поэтому возиться с ним, как правило, никто не хочет, потому что он действительно очень такой тяжеловесный и требует очень много разбираться с ним на этапе даже установки, не то что настройки. QMail, справа сверху вот у нас есть его логотип, он создавался как более безопасный аналог SendMail. Он именно встроился с оглядкой на безопасность, и поэтому в нем очень много модулей, очень много отдельных интересных технологий и принципов работы, которые его по безопасности отличают от SendMail. Он немножко быстрее и существенно безопаснее, чем SendMail. Также у нас есть Exim его лого слева снизу, он еще быстрее и еще проще. Он заточен на систему, у которых есть постоянный выход в интернет, поэтому у него нет сложных всяких механизмов управления очередями писем. В принципе, тоже достойный почтовый агент. Мой любимый PostFix справа снизу от его лого. Мы его уже настраивали с вами на практическом плейлисте Linux. Он отличается вообще простотой настройки, легковесностью такой, и очень прекрасно и удобно работает. Мы, скорее всего, будем использовать именно его для работы сейчас на практическом плейлисте. Вообще, вы можете использовать любой из них, потому что команды будут одни и те же для всех этих почтовых агентов. Одни и те же SendMail команды сделаны для того, чтобы те пользователи, которые работают с почтовыми агентами, не заморачивались с отдельным синтаксисом. То есть, везде работают команды SendMail. Вообще, этих агентов почтовых, конечно, намного больше. Это только те четыре, которые просят рассмотреть LPI в рамках нашей темы 108.3. Я вам брошу ссылочку на Википедию, там есть сравнение вообще всех существующих вот этих вот почтовых агентов. Причем, насколько помню, там не только Linux-овый, но еще всякий сторонний. Значит, для начала, для того, чтобы хоть что-то делать на практике, нам нужно установить любой почтовый агент. Я буду ставить свой любимый PostFix, AppGetInstallPostFix. Нужно, конечно, сначала сделать AppGetUpdate, чтобы он обравил информацию о репозиториях. Но у меня, скорее всего, актуальная уже информация. И вот мы это уже делали на практическом плейлисте. Я сейчас не буду застрять на это внимание, просто пересмотреть этот урок. Значит, я буду делать только локальное использование. То есть у нас будет, видите, работать только та почта, которая у нас есть для локальных пользователей. Нет сети, ничего нет. Это тот вариант, когда у нас PostFix настроится элементарно и просто. Просто будет передавать почту внутри самого себя от одного пользователя к другому. То есть я укажу ему только локальное использование. Окей, дальше ему нужно будет указать какое-то имя почтовое. Так как он будет работать один, сам по себе, без всякой сети, можно оставить его имя компьютера. Иначе нам нужно было бы указывать имя домена. Там .local или .что-нибудь .ru. Мы оставим имя домена. И, собственно, все. PostFix этого достаточно для базовой конфигурации. Для того, чтобы нам можно было управлять как-то почтой, нам нужно с вами еще установить утилиты для работы с почтой. И поэтому я еще ставлю MailUtils. Там парочка буквально таких. Ну, не парочка, много библиотек, но самих утилит и команд там совершенно немного. Эти утилиты нам пригодятся для того, чтобы теперь работать с нашим почтовым сервисом. Значит, чищу экран. Clear или Ctrl-L. И теперь могу работать. Значит, у нас по умолчанию создались псевдонимы. Обычно псевдонимы у нас это подмена адресата. Значит, у нас по пути etc.aliasis. Это то, что просят рассмотреть LPI. С того, что такой вот файл. То есть, те, кто будут писать письма постмастеру, эти письма будут приходить руту. То есть, мы просто создаем псевдоним. В данном случае у меня здесь пользователь я. И Семаев, насколько помню, я могу создать несуществующий, например, псевдоним. Я могу сказать, что те, кто пишут письма Кириллу, пусть эти письма приходят мне. У меня свой пользователь. Его зовут Семаев. Вот так вот. Escape ZFZ. Сохраняюсь. И теперь у нас появился такой вот псевдоним. После того, чтобы этот псевдоним закрепился в системе, нам нужно выполнить команду. Это стандартная команда. NewAliases. Алиases. Новые псевдонимы. И эти новые псевдонимы сейчас загрузились в конфигурацию системы. И теперь мой почтовый сервис видит эти псевдонимы. Мы можем сейчас проверить сразу наличие новой почты. Это очень удобно. Бывает, кстати, в командной строке часто пишется. У вас есть новая почта. У вас столько-то новых писем, вы не знаете, что с ней делать. Значит, мы должны написать команду Mail. Раньше эта команда у нас сразу что-то отвечала. Сейчас, видите, по умолчанию он говорит, отказано в доступе. Нет возможности открыть такой почтовый ящик. Дело в том, что этого ящика по умолчанию сейчас пока еще нет. Это не помню, в какой версии Ubuntu появилось. То есть, если мы сюда перейдем, мы видим, что здесь ящиков вообще, в принципе, никаких нет. И поэтому нам отказано в доступе. Ящик появится сам после того, как мы создадим хоть какую-нибудь почту. Например, мы можем сказать командой Mail, напиши почту. По идее, мы должны здесь указывать конкретного пользователя нашей системы. То есть, логин определенный. Вот, например, Mail.Simaev написать или Mail.Root. И тогда почта будет отправлена этому адресату. Так как я уже создал вот в этом файле псевдоним для своего имени, я попробую напишу на этот псевдоним. Mail.Kirrell. И у нас открывается стандартный диалог создания новой почты. Прямо из консоли. Мы указываем CC. Это кому копию отправить, если мы хотим отправлять копию. Мне не нужно отправлять копию. Enter нажимаю. Subject. Ну, например, тест. Номер. Номер один. Вот так вот пусть будет. Далее мы должны написать какой-то текст. Test. Message. Достаточно. Что-то я странно Message написал. Message. Ну, еще давайте сделаем раз, два, три. Раз, два, 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 два. Вот так что-нибудь. Для того, чтобы закончить письмо, мы переходим на новую строчку. Нажимаем Ctrl D. Все, почта как бы создана. Почта отправлена в очередь. И сразу же из этой очереди она будет отправлена дальше адресату. Теперь, если я выполню команду Mail, я вижу то, что у меня есть одно сообщение. И из этих одних сообщений одно новое. То есть у меня есть одно новое сообщение. Для того, чтобы прочитать это сообщение, мне нужно выбрать его номер. Номер, вы видите, у меня по умолчанию единичка. Это первое сообщение. Я нажимаю единичка. И вижу, собственно, это почтовое сообщение. Вижу то, что отправлен оригинал вот этому товарищу. Пришел он вот этому товарищу. Тема письма. Вот она. Текст письма. Вот он. То есть все в порядке. Оно у нас здесь есть. Могу Enter нажимать, кстати. И он пишет то, что дальше сообщений нет. Здесь очень много опций. Например, я могу удалить это прочитанное сообщение. D или Delete. И сообщение будет удалено. Для того, чтобы выйти отсюда Q или Quit. И теперь у меня ноль сообщений. И даже если я снова напишу команду Mail, у меня будет написано то, что у меня нет почты для меня. Здесь еще раз скажу. Очень много команд. Помимо вот этих D, Q. Я вам брошу ссылку на мануалы. Там можно огромное количество действий выполнять. То есть это нельзя назвать прям почтовым клиентом полноценным. Но очень много действий по приему отправки почты можно совершить. Мы обычно не отправляем вот так вот почту внутри системы. От одного полица или другому. Но если вы настроили действительно почтовый сервер, который будет куда-то в интернет отправлять сообщения. Откуда эти сообщения будут приходить. То желательно разобраться с этой командой Mail. LPI этого всего делать не просит. Достаточно знать вот этих основных нескольких команд. Прочесть почту, удалить почту, отправить почту и так далее. Важный момент. Мы можем хотеть пересылать почту. По умолчанию, для того, чтобы пересылать почту, мы с вами вот этот вот файл ETC алиасос редактировали от имени суперпользователя. Потому что если мы посмотрим на файл ETC алиасос, мы увидим то, что у него владелец root. И группа владельцев root. А у всех остальных разрешение только на чтение. Но что делать с нами, если мы там уходим в отпуск, еще что-то делаем, не знаю. Да и просто хотим без прав суперпользователя просто переадресовывать свою почту куда-то дальше. Это все-таки наш ящик. Мы должны иметь на это право. LPI просит с этим тоже разобраться. Для того, чтобы это сделать, нам нужно перейти в свою домашнюю папку. И посмотреть, что у нас есть в домашней папке. В домашней папке у нас, видите, по умолчанию очень много разной ерунды. Но нас интересует файлик .forward. Как только мы создадим этот файлик .forward, в нем будет находиться логин того, кому мы хотим переадресовывать почту. Но мы это логин, само собой, должны сначала туда вписать. Значит, я пишу superuser.do.forward. Это имя файла по умолчанию для переадресации. Только зачем я пишу superuser.do, я не знаю. Потому что я же хотел от обычного своего пользователя это сделать. Просто v forward. Без всяких superuser.do. Это моя домашняя папка. Я могу там создавать файлы сам. И вот этот файл. И здесь я могу указать того, кому я хочу переадресовывать почту. Так, у меня в системе всего два пользователя. Это я и суперпользователь. Я, давайте, наверное, суперпользователю буду переадресовывать. Просто пишу его логин. root.sk.zz. Готово. И теперь, если я буду писать снова почту себе, у меня уже есть мой псевдоним Кирилл. Могу сразу написать не Кирилл, а mail.semaev. В принципе, придет письмо туда же. Копию никому не будем. Subject. Тест номер два. Тема. Тест. Letter. Два просто. Опять какие-нибудь буквки, чтобы хоть что-нибудь было. Enter. Ctrl D. Письмо ушло. И теперь, если я проверю почту свою, я писал, вы видите, сам себе. Если я проверю почту, я вижу то, что у меня нет сообщений. Потому что у меня уже был создан файлик .forward, и в нем вся моя входящая почта переадресовывалась руту. Соответственно, теперь мне нужно проверить почту рута. Я могу это сделать с командой superuser.do. То есть теперь я-то выполняю действия от рута, superuser.do, mail. И теперь рут как бы сам проверяет свою почту. И видит то, что да, есть одно сообщение. Могу опять же его прочесть. Вижу, вот оно, test letter номер два. Вот его текст. Прекрасно. Давайте я, наверное, его тоже удалю. Delete. Quit. И важный момент, они тоже просят рассмотреть, это send mail emulation layer. Это понятие, вот эта вот прослойка эмуляции send mail, она вообще встречается только в рамках сертификации LPI. То есть нет такого распространенного какого-то понятия в среде Linux. Это LPI-шники просят разбирать. Суть в том, что команды send mail, как я уже говорил, будут работать во всех остальных почтовых агентах. В том, в частности, почтовом агенте, который у вас установлен вместо send mail. Для того, чтобы посмотреть все эти команды, мы можем просто посмотреть мануал по send mail. Причем, что важно, вы видите, у меня send mail не установлен. У меня установлен постфикс. Если я пишу man send mail, у меня открывается здесь мануал, который относится к постфиксу. Postfix to send mail compatibility interface. Соответственно, если у вас будет стоять экзим, там, qmail, все что угодно, у вас тоже будет работать мануал send mail, и только будет открываться мануал по вашему конкретному почтовому агенту. И вот здесь вот много команд. Вот mail queue, мы сейчас на нее глянем, она все равно у нас не будет работать. New aliasos, мы уже видели эту команду, она нам позволяет создавать новые псевдонимы. И куча-куча разных команд. В принципе, вам достаточно знать mail queue и new aliasos в рамках этого LPI 183. Но можете поглядеть вот сюда и посмотреть все это. Выходим отсюда. И, значит, команда mail queue, мы можем ее глянуть. Она нам сейчас бесполезна. Это просмотр очереди сообщений. Так как у нас нет с вами никакого огромного потока писем туда-сюда входящего, у нас и очереди сообщений нет. У нас почта, как только появилась, она сразу была доставлена. Если бы у нас шел какой-то поток, мы могли бы увидеть очередь. Я вам, наверное, еще брошу ссылочку. Хороший пример по очистке почтовой очереди. Чтобы вы могли понять вообще, как это происходит. А так к почтовому серверу мы вернемся много позже еще в рамках LPI. И сейчас этого нам достаточно. Итак, в рамках 183 мы выяснили то, что у нас есть 4 основных MTA. Они отличаются скоростью, сложностью конфигурации. В принципе, это все, что нам нужно знать. Выяснили, что у нас есть понятие альясы, псевдонимы. Мы можем создавать их в файле etc.aliasos и загружать их командой new aliasos. У нас есть команда командной строки mail, которая позволяет читать письма, создавать письма, управлять письмами. Мы можем настраивать переадресацию, создавая в своей домашней папке filik.forward. И у нас есть sendmail emulation layer, суть которого заключается в том, что мы можем управлять любым MTA стандартными стендмейловскими командами. Этого нам для 183 достаточно с головой.